Девушки отдыхают Высокий мужчина курил, пуская клубы дыма по ветру. На учителя не похож. Или, может, физрук? Я осторожно осмотрел его лицо, будто высеченное из гранита, зайчью губу над тлеющей сигаретой. Мужчина поигрывал брелками и внимательно смотрел на меня. Огонёк отражался в глубоко посаженных глазах. Я потупился. Взор громил и лениво отклеился от меня и устремился на дорогу. Девушки отдыхают Рассказывать на чердаке в грозу. Помню, как он грустно улыбнулся, припоминая воронок, похищающий маленьких детей. Отец говорил, у него словно внутри катафалка. В окошке салона маячат белые шторки. А в номере стоят буквы ССД. Знаешь, что это значит? Смерть советским детям. Смешно. Я ведь тоже родился в Советском Союзе. Толпа голдящих старшеклассников с шапками на бекрень. Таким лучше на глаза не попадаться. За дверями приглушённо звучали голоса. Мигали лампочки. Тьма ползла мимо окон, и казалось, что школа плывёт в открытом космосе, как заблудившийся звездолёт. Поднявшись на второй этаж, я заметил толпу у расписания. Все что-то оживлённо обсуждали. Я подошёл поближе, и через стену рюкзаков и спин сумел разглядеть то, что вызвало такой живой интерес. Слева от расписания к стеклу было приклеено объявление, отпечатанный на принтере листок. Видишь его? Внимание, пропал ребёнок. Вова Матёхин. Так его звали. Четвёртый класс. На зернистом отпечатке Вова был мертвецом с чёрным ртом и тёмными провалами глаз. Может, это живущий в чищобах мрак впитался в его поры и изувечил лицо. Пластиковый автомат не защитил от шёпота ветвей воющего ветра. Пустые глаза исчезнувшего школьника сверлили меня, будто молили о чём-то. Не выдержав взгляда, я отвернулся и поспешил к окну. Усёлся на подоконник. Этаж постепенно заполнился детьми. Они собирались группками по несколько человек. На меня никто не обратил внимания. В сумерках у туалетов детские голоса чеканили считалочку. «Для медведя, для лисы, зайчи кушать принеси!» Я повернул голову в их сторону, приглядываясь к фигурам. Но тут моё внимание отвлекло громкое цоканье. По коридору, гордо задрав подбородок, продефилировала учительница. Каблуки стучали о пол, как копытца. Им вторили шаги девочки, которая держалась рядом. Очень важная, она остановилась, чтобы шепнуть на ухо однокласснице какой-то секрет. Староста, наверное. Вон ей вручают классный журнал. «Екатерина, возьми, пожалуйста». Учительница открыла кабинетную дверь, и толпа галдяй, толкаясь, повалила внутрь. Среди всех выделялся высокий рыжий толстяк с прыщавым лицом, до странности напоминавшим гранат. Недоброе предчувствие зашевелило волосики на моём загривке. Встречал я ребят с такими бегающими глазами и таким каркающим смехом. Девочка, похожая на учительницу, и её уменьшенная копия, предостерегла толстяка жестом и по расчищенной тропке вошла в кабинет. Какой-то паренёк замешкался в проходе, и рыжий тут же пихнул его. «Тупай речь, мудила!» Мальчик полетел, размахивая руками в попытке сохранить равновесие. Толстяк рассмеялся, противный гогот подхватило несколько человек в его окружении. Они хохотали, словно щёлкали ножницами, большими страшными садовыми ножницами. Кабинет засосал детей, коридор опустел. Мне захотелось врасти в подоконник. За окнами редкие фонари боролись с темнотой, бархатались, как флуоресцирующая рыба в чёрном океане. А что, если сейчас убежать? Выйти туда и раствориться во мраке. Я представил, как бегу по снегу, как он скрипит под ногами. И с каждым шагом я всё легче, всё невесомей. Трель звонка взорвала видение. Я с неохотой отлип от окна. Потом несколько раз глубоко вздохнул, чтобы хоть немного усмирить разбушевавшийся пульс, и вошёл в класс. Чёпорная учительница смирила меня раздражённым взглядом поверх очков. Я новенький. Мне вот сказали к вам подойти. Заснеженная лесная тропинка велась перед глазами. Вовсе не хищно, а умиротворённо шуршали сосны. Она уткнулась носом в журнал и пролистала страницы. А фамилия-то как? Петров. Громче говори. Чего мямлишь? Петров. Хм, нет такого. Она долго и тяжело смотрела на меня, точно пыталась уличить в обмане. Хотелось просочиться сквозь линолеум. Слева наблюдали размытые лица. Класс дышал, фыркал единым организмом, как опасный зверь. Ты не ошибся? Нет такого в списке. Предательски дрожали колени. Кружилась голова. Я сжал кулаки так, что костяшки побелели. Мне сказали 204 кабинет, Лилия Павловна, 6-й В. Кажется, класс принял мои слова за подобие шутки и разразился хохотом. Что за бардак? Шум резко стих. Класс припрятал с мешки для более удобного момента. Понаберут студентов. Только знают, что губяки свои малевать. А я разгребай, значит? А бумаги-то кто заполнять будет? Не первый раз ведь уже. Подожди здесь. Сейчас. Сейчас я им устрою. Учительница пронеслась мимо, злобно бормоча. А я остался один посреди класса. Будто приговоренный к расстрелу перед строем автоматчиков, я потупился, чувствуя на себе глумливые взгляды. Они трогали, щипали, скользили по коже лазерными прицелами. Вновь представил, как бегу далеко-далеко отсюда, наперекор холодному ветру. Взмываю над соснами в прыжке. В глазах одноклассников читался немой вопрос. Это новенький? Он наш или чужак? Кто-то что-то процедил, и по кабинету прокатился сдавленный смех. Доску вытри! Легко было понять, кто тут главный юморист. Эй, очкарик! Ты чё, не только слепой, но ещё и глухой? Доску вытри, говорю! Теперь тряслись не только колени. Всё тело било мелкой дрожью, и я молился, чтобы учительница вернулась поскорее. Высшие силы услышали мои просьбы. Ну что мне с тобой делать-то, а? Куда сажать, а? Давай-ка сядь, наверное, с Семёном. Он всё равно один. Ещё чего! Толстяк демонстративно водрузил рюкзак на соседний стул, почесал брюхо и ухмыльнулся. Ты опять за старое? Снова бабушку в школу вызывать? Класс притих. А чё она мне сделает? Не она, так я тебе сделаю! Рюкзак убрал быстро! Семён не шелохнулся. Со скучающим видом он принялся рассматривать портреты писателей на стене. Нужно было что-то делать, как-то выкручиваться, спасать положение. Я... Я прочистил горло и продолжил сдавленным, не своим голосом. Я могу за последнюю парту сесть. Там, кажется, свободно. Учительница громко засопела. Посмотрела на меня, на Семёна, затем снова на меня. Ладно, садись пока туда. А с тобой, Бабурин, мы ещё поговорим, чтобы подошёл после уроков. Будешь по классу дежурить, ясно? Семён криво улыбнулся. Сочные прыщи зрели на кончике его носа. Я пошёл до воду рябаясь поткнуться и стать причиной нового всплеска веселья. Сел сзади, на самую последнюю парту, на которой груды и валяли старые плакаты. Места для изгоев заняты, можно приступать. Вот и хорошо. Начнём урок. Тема. Традиции русской и мировой литературы в рассказе Зощенко «Не надо врать». Толстяк обернулся ко мне. Взгляд его сулил долгие дни, недели, месяцы издёвок и тычков. «Я тебя запомнил», — говорили эти водянистые глаза. Уже пару уроков спустя я увидел в своей тетради растёкшийся амёбный и желтоватый плевок. Позже в столовой Семён вроде бы случайно облил меня компотом. А выходя из туалета, он тряхнул мокрыми руками, что морось попало мне в лицо. Перед последним уроком Семён вдруг толкнул меня в толпу воркующих одноклассниц. Они с руганье расступились, а я, не удержавшись, ткнулся лицом в грудь той важной девочки, которую раньше принял за старосту. Ай! Я тут же отпрянул, сгорая от стыда. Прости, ты в порядке? Я... Неожиданно она подбочинилась. Нет, ну вы посмотрите на него. Облапал меня прямо у всех на глазах. Я сейчас всё маме расскажу. Тебя из школы выгонят, извращенец. В её глазах было какое-то садистское веселье, словно во взгляде ребёнка, подносящего горящую спичку к беззащитному майскому жуку. Я нечаянно, меня толкнули. Все видели, слепых среди нас нет. Она уставилась на мои очки и радостно осклабилась. Ярость вскипела в груди, но гогот Семёна охладил мой пыл. Толкнули? Чё, правда? Он подошёл вальяжно, окутывая запахом семечек и гнилых зубов, а затем резко сбил меня с ног. Вот так, да? И чё ты сделаешь? Хулиган нависал надо мной, всем своим видом, как бы говоря. Ну же, давай, ударь меня, попробуй. Слушай, ты... В горле пересохло, губы не слушались, и голос мой походил скорее на сдавленный писк. Семён издевательски улыбнулся. Давай, давай, продолжай, очкарик. Чё примолк-то? Нам всем очень интересно. Если ещё хоть раз меня тронешь... Семён медленно оттопырил палец и ткнул меня в лоб. Натранул и чё? Ещё хоть раз! Транул! А вот ещё! И ещё! И ещё! И ещё! Он тыкал пальцем с такой силой, что моя голова отлетала назад. Только бы не расплакаться, иначе труба. Чё ты мне сделаешь, мямля? В глазах помутнилась. Я рванул вперёд так, что подошвы отклеились от пола. И махнул наугад кулаком. Картина, открывшаяся моему взору, была прекрасной и ужасающей одновременно. Семён держался за ушибленное ухо и изумлённо моргал. Неужели я был первым, кто взбунтовался против его абсолютной власти? Стопэ! Эна! Надо было бежать, но меня обступили его дружки. Лилия Павловна! Лилия Павловна! Петров Бабурина ударил! Щёки Семёна стали ещё краснее, а прыщи побелели, словно головки личинок. На губах промелькнула улыбка, замеченная лишь мною в стане врага. Он подошёл вплотную, обдал кариозной вонью. Тебя, пиздец! Голос у него был злым и опасным, точно к кастрюле с бурлящим жиром, с которой сорвало крышку. И я ждал удара. Считал толчки сердца и гадал, куда угодит кулак. Солнечное сплетение в челюсть, в нос. А он просто развернулся и ушёл. Мысль холодная, трезвая и удивительно спокойная вспыхнула в голове. Сегодня меня убьют. После занятий я специально задержался подольше в коридоре, чтобы не идти вместе со всеми. Семён не появился на последнем уроке, и это вселило надежду. Вдруг он решил избежать дежурства и смотаться домой, забыв обо мне. Как смертник, узнав, что казнь откладывается на день, я облегчённо выдохнул. Но не позволил себе забыть его тон, мстительный взгляд и наэлектризованную пугающую ухмылку. Пока школьники с шумом и смехом расходились по домам, я встал у окна и сделал вид, что перебираю учебники. Я напряжённо всматривался в окно. Во дворе и на участке школы ворот Семёна не было. Я не очень-то верил в такое везение, так что решил перестраховаться и немного потоптался в стремительно пустеющем коридоре. Шум ушёл на первый этаж. Из кабинета биологии выглядывал скелет, которому какой-то шутник натянул на голову кепку. С американским кондором. За дверями туалетов журчала вода. Я остался один в целой школе. Не один. Пришла внезапная мысль. Я вспомнил о пропавшем мальчике. Его портрет сейчас висел на доске у расписания. Вспомнил, что он улыбается. И что он смотрит на меня. И что он, скорее всего, уже мёртв. Привет! Я вздрогнул и обернулся. Сначала мой взгляд уперся в чёрный футляр для скрипки. Потом я заметил, что его держит девочка из моего класса. На уроках она сидела за первой партой второго ряда. Несколько раз я ловил на себе её взгляд. И сам украткой смотрел на неё. Просто иногда приятно посмотреть на что-то красивое. На ручей, небо. Или на девочку, которая не гогочит со всеми хором над шуточками Семёна. Не перешёптывается с Катей, поливая грязью одноклассниц. Все перемены она проводила так же, как и я. Оставалась в классе. Либо глядела в окно. Либо рисовала что-то в зелёном блокноте. Здравствуй. И я покраснел и притворился, что рассматриваю узор на дощатом полу. Круто ты ему врезал. Это вышло случайно. Почти. Я стал рассеянно складывать учебники в рюкзак, чтобы хоть чем-то себя занять. Вроде Семён раньше таким не был. Он к нам недавно перевёлся. Бабушка мне его по секрету сказала, что он словно взбесился. Семёна даже старшеклассники побаиваются. Представляешь? А ты вот молодец. Не струсил. Угу. Я замычал. Ага, конечно, нашла смельчака. Герой, что уже полчаса торчит у окна, лишь бы ему по шапке не дали. Девочка смотрела на меня чистыми внимательными глазами. А ты за рекой живёшь? В том деревянном доме? Ну да. Там, наверное, страшно. Да ещё через лес идти. Я бы так не смогла. Упоминание о лесе заставило меня поёжиться. Я подумал о переплетённых ветках, о змеящейся тропинке, о бесконечной темноте, что разрасталось как клешайник среди косых деревьев. И выдал самую настоящую ложь. Да не так уж там и страшно. А что тебя так пугает? Немного помолчав, она вдруг улыбнулась. Словно смахнула на вождение. Да так. Ничего. Меня, кстати, Полина зовут. А меня Антон. Ну, это я знаю. Слушай, Антон. Полина замялась, будто решая, стоит ли продолжать. А что ты делаешь после школы? От её невинного вопроса кольнуло в груди. Но как-то по-особенному приятно. Ничего такого. Я запнулся, не закончив фразу. Перед глазами мелькнула хищная улыбка на маске Алисы. Её насмешливые глаза в прорезях маски, которые я, скорее всего, сам себе придумал. Неужели эта девочка-лисица и правда ждёт меня после школы? Или это была её очередная странная шутка? Интересно, прячет ли она большой рыжий хвост под своей шубкой? От этой мысли я покрылся мелко испаренной, как после нормативов по физкультуре. Захотелось принять душ. Словно сами размышления о лисичке делали меня грязным. Пачкали, сбивали с дороги и уводили в объятие леса. У меня сейчас занятие, скрипка. А потом я свободна. Дедушка мне репетитора нанял. Наш учитель музыки, он же скрипач. А здесь, в посёлке, ему некому преподавать. Только мне. Она махнула в воздухе свободной рукой, имитируя движение смычка по скрипичным струнам. Я почти услышал музыку. А лису я выбросил из головы. Смотрел на губы Полины, ловя каждое слово и замирал от непривычных ощущений. Они были тёплыми, согревающими, а ещё щекотными. И казалось, что я маленький, я чувствую очень большие. Им тесно внутри. Тут говорят, что у нас в посёлке маньяк завёлся. Раньше со школы меня всегда дедушка забирал, но в последнее время ему не здоровится. Я бросил беглый взгляд на фотографию Вовы. Глаза колодца изучали меня. Рот был словно напомажен чёрным. Как портрет на могильной плите. Ты не подумай, я не трусишка, просто... Просто мне кажется, что с тобой будет безопаснее. Антон, ты сможешь проводить меня до дома? Вот оно. Наконец всё, о чём я читал этим летом в приключенческих романах, о чём тайно грезил, начинало просачиваться в мою жизнь. Таинственное преступление, прекрасная незнакомка и героическая дуэль. Дуэль. Мысли о Семёне моментально отрезвили. Вернули на землю, и почва под ногами зашаталась, как паул бы корабля. Только бы сейчас не упасть в грязь лицом перед Полиной. Ведь сколько бы я не храбрился, было очевидно и мне, и ей. Выстоять в драке против такого амбала мне не под силу. Если он нокаутирует меня, это не самое страшное. Страшное, что это увидит Полина. Засмеётся со всеми остальными. Нет, нужно избавить свидетелей от моего позора. Сегодня вряд ли получится. Ты же знаешь, Семён, скорее всего, караулит на школьном дворе. Лучше мне с ним разобраться лично, по-мужски. Хм, глупости какие. Полина отбросила чёлку со лба и до меня донёс едва уловимый аромат ежевики. Полина была водой, которую хотелось пить. Глотая жадно, а жажда все не утоляется. Я вспомнил летний вечер на даче, едкий дым костра, свисающий из-за ограды соседскую ягоду и мягкий ковёр сосновых иголок под подошвой. Редкие безмятежные дни, когда я чувствовал себя в безопасности. Мама отдыхает в гамаке, отец нанизывает мясо на шампуры. Мог ли я при желании различить в треске углей, в смехе родителей, в запахе скоротечного июля, намёк на будущую катастрофу? Видел ли я, как хрупок и ненадёжен этот мир? Думаешь, этот дикарь будет честно драться? Со своими дружками набросятся всем скопом, а помниться даже не дадут. Полина вдруг хитро улыбнулась. Но если мы пойдём вместе, это их ошарашит. Я же не только первая скрипка на деревне, я ведь ещё и девочка. Слышала от знакомого хулигана, что он никогда не нападает на кого-то в присутствии девушки. Представляешь, у них кодекс чести такой. Знакомый хулиган? Забеспокоился я. Лучше ли он меня? Симпатичнее? Ой, мне на музыку пора. Она сделала пару шагов и остановилась. Удивительно. Полина совсем не похожа на тех красоток с журнальных постеров или актрисы с кинофильмов. Но в свете потрескивающих ламп она была притягательнее из всех. А ты играешь на чём-нибудь? Два года назад мне купили гитару. Я живо вспомнил свои жалкие попытки научиться музыцировать. АМЕМ. Перемен, мы ждём перемен. Песня Цоя точно ложилась на мои мысли и на желание изменить хоть что-то. Та гитара запропастилась куда-то, словно напрочь отказалась переезжать в старый дом у леса. Наверное, родители отдали инструмент кому-то, кому он нужнее. Увы, не играю. Жалко. Ну ладно, я побежала. Пока! Крик девочки подхватило гулкое эхо. Туфли застучали по школьным коридорам. Пока! Не уверен, услышала ли Полина. Я снова посмотрел в окно. Школьный двор опустел. Только пара ребят из младших классов кидали друг в друга снежки. Никого похожего на грузного Семёна с его компанией не было видно. Это вселяло надежду. Что же делать? Полина могла бы стать моим другом. Первым на новом месте. И потом ей впрямь могла угрожать встреча с маньяком. А тут я. Защитник. Рыцарь. И пускай последний, внутренний голос подвергал сомнению. И шептала побеги. Подальше от убийц. От рискающих по ночным лесополосам маньяков. Полина стоила риска. Но и рыжая плутовка манила тайной. Обещала помочь найти Вову. А за этим следует награда. Много денег. Почти гарантия мира в семье. Подарки для Оли. Я вообразил сестру, счастливую, как те девочки, получающие призы от Супанёва в телепередаче «Звёздный час». Её кружат в танце известные певцы. Может, даже эта новая популярная группа «Иванушки Интернешнл». Мама с папой обнимаются в Останкинском павильоне. А потом мы всей семьёй едем в Диснейленд. Застегнув рюкзак, я побежал вниз по ступенькам. Диснейленд.